Испечем сегодня мат на каш. Если хотите вкусный домашний хлебушек, несложный в приготовлении, то берите этот рецепт себе на заметку. Муку обязательно просеем, чтобы обогатить ее кислородом. Все продукты и их количество я укажу в описании под видео, поэтому туда обязательно заглядывайте. В центре сделаем углубление, вот так. Отправляем сюда сахар, соль и сухие быстродействующие дрожжи. Сухие дрожжи можно заменить живыми дрожжами, но по весу их нужно будет взять в 3 раза больше. Если вы все же будете готовить с живыми дрожжами, то их предварительно нужно активировать в воде. Далее берем воду теплую, но не горячую. Вливаем ее сюда же в миску и начинаем замешивать тесто. Конечно, можно замесить тесто при помощи планетарного миксера, так будет быстрее. Но, как я люблю говорить, тесто любит руки. Муку я больше добавлять не буду, в итоге у нас должно получиться тесто такое липковатое. Когда тесто начало собираться в один комок, добавляем растительное масло и вмешиваем его. При добавлении растительного масла тесто будет легче вымешивать и оно уже перестанет так сильно прилипать. Муку я больше не добавляю, как я говорила. Если тесто липнет, а оно липнуть будет, то смазываю руки растительным маслом. Сейчас я вам покажу, какое в итоге тесто должно получиться. Смотрите, тесто в итоге получается однородное, оно очень липкое, поэтому руки я постоянно смазывала растительным маслом. Если вы тесто на руку положите, видите, оно начинает постепенно стекать с руки, тесто как бы живое. Миску смазываю растительным маслом, перекладываю сюда тесто. Тесто сверху тоже можно смазать растительным маслом, чтобы не заветривалось. Миску затягиваю либо пищевой пленкой, либо накрываю чистым кухонным полотенцем и оставляю тесто для растойки в теплом месте для подъема. Тесто должно увеличиться примерно вдвое. Смотрите, тесто постояло у меня один час. Вот так оно замечательно поднялось, просто потрясающее тесто получается. Снимаем пленку. Ну, красота! Подошедшее тесто перекладываю на рабочую поверхность. Посмотрите, какое оно живое, само стекает. Слегка его сейчас обминаю и разделю на две части. Посмотрите, какое оно мягкое, посмотрите, какое тесто нежное получается. Вот буквально слегка обминаю и примерно на две равные части его разделю. Вот так. Рабочую поверхность можно слегка припылить мукой. Что я сейчас делаю? Из каждого кусочка теста формирую вот такой колобок. Выкладываю на рабочую поверхность, на расстоянии друг от друга. Сейчас накрою полотенцем и оставлю еще на 10 минут. Итак, за время расстойки тесто еще увеличилось в объеме. Колобки у меня слиплись немного, поэтому учитывайте, что нужно выкладывать их на расстояние. Теперь что я делаю? Посыпаю каждый колобок слегка сверху мукой, чтобы ничего у нас не прилипало. Начинаю растягивать тесто. Вот так. Такие вот получаются лепешки. Перекладываем каждую на противень. Теперь руками придаем хлебу, так сказать, форму. Можно вот пальцами точнее. И вот в центре еще вот такую вот полосочку делаем. Хотя по желанию вы можете сделать другой какой-то рисунок. Снова накрываем полотенцем и оставляем еще на 20 минут. Здесь у меня в миске мука, пара столовых ложек, здесь вода. Теперь подготовим смесь, которой мы будем смазывать наш хлебушек. Постепенно добавляем воду, все это хорошенечко перемешиваем. Делаем такую мучную смесь по консистенции напоминающую жидкую сметану. Спустя 20 минут вот так выглядят наши заготовочки. Что мы теперь делаем? Берем вот эту мучную смесь и начинаем смазывать наш будущий хлебушек вот этой подготовленной мучной смесью. Отправляю выпекаться в духовку, разогретую до 220 градусов, до красивого румяного цвета. 20 минут запекался у меня хлебушек в духовке. Посмотрите, какой замечательный красота. Еще очень горячий, сейчас слегка остынет и будем пробовать. Немного остыл хлебушек? Домашний, ароматный, хрустящий. Пробуем. Давайте разрежем нашего красавчика. Внутри мягкий, сверху хрустящая корочка. Класс! ароматный. Внутри мягкий, сверху тонкая хрустящая корочка. Обязательно приготовьте дома, готовится легко, просто. Но домашний хлеб всегда вкуснее магазинного. Обязательно готовьте! Всем приятного аппетита!